Итак, номер три. Каково лучшее вложение вашего времени и денег? И ответ. Повысить ваше умение зарабатывать. Давайте взглянем на 500 богатейших людей Америки. Они зарабатывают в 300 раз больше, чем в среднем в их компании. И было обнаружено, что все они придерживаются одной стратегии. На каждом этапе своей жизни они фокусировались на развитии только одного навыка. Они не работают как пулемет, пытаясь научиться огромному числу умений. Они просто выбирают какой-то один навык для развития его определенный период. И они работают только над одним навыком до тех пор, пока он не будет получаться превосходным. И это очень важно. Хочу задать вам вопрос. Представьте, что у меня в руках волшебная палочка. И я могу взмахнуть ею над вами. И по прошествии ночи вы станете мастером в каком-либо умении. Как магия, вы просыпаетесь завтра утром, умея абсолютно превосходно делать что-то одно. И вот вопрос. Какой навык поможет вам больше всего удвоить ваш доход? Если бы за одну ночь вы смогли бы приобрести какой-либо навык, который помог бы вам удвоить доход, что бы это было? Запишите ответ. А теперь скажите человеку рядом с вами, что это за умение, которое помогло бы вам больше всего удвоить ваш доход? Это самый важный вопрос, которому вы должны задаваться до конца вашей карьеры. А теперь хорошие новости. Все бизнес-навыки можно изучить. Вы можете выучить любой навык, который вам нужен. Если ты не умеешь водить машину или не умеешь работать на компьютере, или даже пользоваться новым смартфоном или телефоном, то ты можешь научиться всему чему угодно. И вот еще одно большое открытие. Скорее всего, вы находитесь в одном умении от того, чтобы удвоить ваш доход. И теперь вы знаете, что это. Какой навык помог бы вам в этом больше всего? Это новая ступенька на лестнице успеха. Так что твоя задача поставить себе цель и начать работать над ней каждый день. И заниматься этим всю оставшуюся жизнь. Взбираться по лестнице успеха ступенька за ступенькой. А теперь большое открытие. Вы знаете, что закон составных частей – это самый сильный закон во Вселенной. Мы привыкли рассматривать этот закон в отношении денег. В науке же его больше применяют, например, в математике или химии. То есть по мере изучения новых умений ваш доход не растет линейно. Дело в том, что каждое новое умение умножает наши доходы. То есть умея что-то одно, вы повышаете свой доход ненамного. Два новых умения увеличат ваш доход уже на 50%. А три новых навыка увеличат его уже на 100-200%. Четыре новых умения увеличат на 500%. По мере изучения новых умений ваш доход начинает умножаться с невероятным коэффициентом. В этом и заключается главный секрет успеха. Есть также определенные умения, которые вам нужно, чтобы стать успешнее в SwissGolden. И самый первый навык – это умение работать с людьми, умение работать с клиентами. Все высокооплачиваемые менеджеры по продажам превосходно умеют искать потенциальных клиентов. И они превосходно умеют объяснить бизнес-возможности в SwissGolden. И они превосходны в вопросе закрытия сделок. Приглашаю людей к покупке большего количества золота. Это, в общем-то, простые навыки, которым можно научиться. Потому что всему можно научиться. А теперь мой третий вопрос. Какая самая важная часть этой конференции? И ответ – то, что вы будете делать сразу же после нее. То есть то, что вы будете делать сразу же после конференции. То есть мы говорим, что лидерство – это действие, а не позиция. Лидеры серьезно ориентированы на действие. Итак, когда вы действуете, происходят три замечательные вещи. Первое. Когда вы начинаете действовать, вы сразу же получаете обратную связь, которая позволяет при необходимости поменять курс пути. Второе, что происходит – вам приходит больше идей касательно вопроса успеха. И третье, что происходит – ваша вера в себя растет. То есть у вас появляется больше уверенности в своих действиях, которые делают вас еще более успешными. Когда вы слушаете меня или других, в вашей голове как будто открывается окно. Это называется окно вдохновения. К вам пришла идея. И ты размышляешь над действием, которое ты можешь предпринять. Но это окно очень быстро закрывается. Так что, когда оно открывается, вы буквально должны в него выпрыгнуть. Нужно быстро действовать, прежде чем эта эмоция утихнет. Так что, всегда спрашивайте себя, какое мое следующее действие. Успешные люди всегда думают о действиях, которые они предприняли бы прямо сейчас. Мы говорим «действуй безотлагательно в случае крайней необходимости или срочности». То есть у тебя должно быть чувство необходимости и срочности. Но только у 2% населения есть это ощущение необходимости, безотлагательности. И они зарабатывают больше денег, чем все другие вместе взятые. Потому что многие слышат идеи. Но затем они идут домой смотреть телевизор. Когда услышите сегодня хорошую идею, сразу же предпринимайте шаги для ее проработки. Мы говорим, что нет пределов тому, чего ты можешь добиться, когда применяешь мощь своего разума. Много лет назад мне однажды позвонил крупный бизнесмен. Его предприятие состояло из примерно 800 мелких компаний по всей стране. И все люди в этих компаниях хотели бы быть богатыми. Так что он попросил меня провести семинар о том, как же стать миллионером. Я ответил, конечно. Но повесив трубку, я понял, что вообще-то немного знаю о миллионерах. Это был 1992 год. Так что я начал изучать миллионеров и миллиардеров самоучек. В течение 30 лет я писал книги и записывал аудиопрограммы по этому вопросу. Я также начал устраивать семинары по вопросу, как же стать миллионером. И все были очень довольны этими семинарами. А потом другие попросили меня приехать и прочитать лекции для большего количества людей. Я читал лекции для аудитории в 10 и 20 тысяч человек. И каждый раз, проводя семинары, я все больше понимал, как же стать миллионером-самоучкой. И спустя 5 лет я стал миллионером. Так что я записал все эти идеи на кассеты, видеокассеты и затем на диски. Теперь еще и в цифровом формате онлайн. И люди по всему миру покупали эти программы и слушали их снова и снова. Они говорили, ты сделал меня миллионером. Когда я слушал эти программы, я все еще не знал, как думают миллионеры. Но открытие в том, что ты получаешь то, о чем ты думаешь большую часть времени. И если ты думаешь как богатый человек, ты сам становишься богатым. Я только что закончил книгу, которая теперь продается по всему миру. И она посвящена тому, как думают успешные люди. И последняя глава самая большая. Она о том, как богатые люди думают по сравнению с бедными людьми. И я расскажу вам об этом в течение буквально следующих минут. Часть 2. Миллионеры и миллиардеры. Пожалуйста, откройте ваши рабочие тетради. Здесь написано, изучите, как миллионеры и миллиардеры становятся богатыми, не имея ничего в начале пути. Если вам нужно отправиться из одного места в другое, то первое, что вам потребуется, это карта. Многие люди работают всю жизнь, чтобы улучшить свое финансовое положение, но у них нет даже карты. И в вопросах финансов они ходят по кругу в течение 30 или 40 лет. 70% людей, вышедших на пенсию, не имеют никаких сбережений. Они работали 40-45 лет, но у них ничего не осталось, не осталось денег. А по другую сторону люди, которые тоже работали, и у них огромные дома и состояние. Они вместе ходили в школу. И они вовсе не умнее, чем первые. Но у них была карта. Так что, если хотите быть богатыми, сначала научитесь думать, как богатые. Об этом мы и поговорим прямо сейчас. Вот статистика. На сегодняшний день в мире чуть больше 10,5 миллионов миллионеров. Их число растет примерно на 1 миллион каждый год. И все это люди, которые начинали не имея ничего. И 84% из них это миллионеры-самоучки. Это значит, что они вышли из бедных семей или из семей среднего достатка и заработали все эти деньги в течение своей жизни. Да, если один человек начинает с нуля и потом становится миллионером, вы можете сказать, что это всего лишь случайность. Когда это 5 человек, вы можете сказать, что это всего лишь совпадение. Но когда больше 10 миллионов обычных людей становятся миллионерами, очевидно, что что-то происходит. Я говорил с тысячами миллионеров. И все они думают и действуют в одном ключе. Они сражаются в течение 10-20 лет впустую. Но затем они меняют манеру мыслить. И вот теперь через 5 лет они миллионеры. И вот теперь в 2016 году 2473 миллиардера по всему миру. И 87% из них самоучки. Они начинали с нуля. И число миллиардеров растет очень быстро. Иногда кто-то приходит лишь с одной идеей. И уже через 3 года он миллиардер. 6 лет назад основатель Uber не смог найти такси на улицах Сан-Франциско. Так что он спросил себя, а почему бы нам не разработать приложение, чтобы любой человек в любое время и в любом месте мог бы вызвать такси? Сегодня его компания стоит 65 миллиардов долларов. Одна идея. Одна проблема для многих людей 65 миллиардов долларов. Это очень много денег. Итак, вот основные источники дохода для миллионеров или для миллиардеров. Первое. Это бизнес любого типа. 5% миллионеров это менеджер по продажам, которые знают превосходно, как продать свой продукт. В SwissGolden вы можете стать финансово независимым просто, если научитесь грамотно продавать SwissGolden. Вы слышали о правиле 80 на 20? 20% людей в каком-либо бизнесе получают 80% дохода этого бизнеса. То есть 20% топ-компаний зарабатывают 80% всей прибыли. Так, одна страховая компания решила проверить эту статистику на 5000 менеджерах по продажам. И они загрузили полученные данные в компьютере. И это оказалось правдой. 20% людей получали примерно 80% дохода компаний. Тогда они сделали кое-что необычное. А что насчет дохода верхних 20% от тех 20% самых успешных? Это получается, скажем, верхние 4%. И оказалось, что их доход в 32 раза выше, чем средний доход нижних 80%. И затем они повторили процедуру. Что насчет 20% от 20% от 20% самых успешных? В среднем эти люди зарабатывали в 54 раза больше, чем те, кто были в нижних 80%. Я работал с большими компаниями страховыми агентами. И с агентством недвижимости. И всегда есть человек, который зарабатывает в 50 раз больше, чем кто-либо другой в компании, продавая тот же продукт тем же людям по той же цене. И все, кто находится в верхних 20% начинали в нижних 20%. И все, кто находится в верхних 10% начинали в нижних 10%. И то, что смогли сделать сотни тысяч миллионов людей с Мошиты. Так что первый источник дохода миллионеров – это бизнес любого типа. Второй – недвижимость. Который также является бизнесом. Который также требует опыт, знаний, интеллект. Третий же – это банковское дело и финансы. Который тоже является бизнесом. Здесь мы используем leverage – кредитное плечо для того, чтобы серьезно увеличить свой доход. Самые лучшие инвесторы в недвижимость платят всего 5% стоимости объекта. Они берут в суду в ожидании роста цен на объект. И иногда они удваивают, утраивают и даже удесятеряют свое первоначальное вложение в течение года. Четвертый источник дохода миллионеров – это технологии любого вида. И еще один источник – это нефтегаз, который тоже является бизнесом. Шестой – инвестиции в золото и другие ценные металлы. Многие богатые люди регулярно инвестируют часть своего дохода в золото, согласно их инвестпланам. Самые консервативные инвесторы Нью-Йорка рекомендуют держать 10% своих активов в золоте. Потому что золото с давних времен – это самый стабильный тамар. Цены на все что угодно в мире могут идти вверх и вниз. Но золото всегда стабильно. И в этом году его стоимость выросла до 1400 долларов за унцию. Это очень неплохо. Это очень здорово. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова